Воронежский кукольный театр пользуется огромной популярностью у зрителей. Есть спектакли и для детей, и для взрослых. Здесь почти всегда и на всех представлениях аншлаги. После затяжного закрытия, связанного с ремонтом и с пандемией, билеты невозможно купить. К примеру, чтобы желающие смогли попасть на малышкину сцену, увеличили число спектаклей. Еще с родителями малышей будет работать психолог. Он научит, как подготовить ребенка к первому спектаклю. Будет налажен диалог со зрителем. В театре планируют проводить мастер-классы, лекции по истории театра. Откроют кафе. В театре будет гостеприимная и уютная атмосфера. Мы работаем над очень интересным материалом. Это сказки лауреата золотой медали имени Андерсена Анни Шмидт. Такая нидерландская писательница великолепная, с замечательными сказками. И вот когда мы задумались об этом, мы с Александром Николаевичем выбрали там две сказки, но потом не смогли остановиться. И поэтому вот как-то решили, может быть, у нас получится формат такого сериала. Театр примет участие в обменах гастролях с Тверским театром кукол. В мае тверичи приедут и покажут 8 спектаклей на воронежской сцене. В сентябре к ним поедем мы. Будут организованы мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Для этого открытые уличные сцены для спектаклей сделают балконы, здания кукольного театра. Зрители смогут посмотреть выступления марионеток на площади возле театра кукол. В 2023 году проведут второй фестиваль Вольховского. Мы планируем его расширить, географию фестиваля, как российскую, так и международную составляющую. Продолжится ремонт театра кукол, отремонтируется площадь перед театром, сделает фонтан Дюймовочка. К столетию театра, к 2025 году, планируется полностью закончить реконструкцию здания, как внутри, так и снаружи. Цена уже будет оборудована верхней и нижней механикой, оборудована звуковым, световым и видеооборудованием. И я считаю, что наш театр будет не уступать столичным театрам. И еще одна новость. Вскоре изображение театра кукол на воронежских конфетах в обертке зеленого цвета поменяют на фотографию обновленного театра. Репертуар кукольного, как видим, постоянно обновляется. Но не забудутся и полюбившиеся спектакли Вольховского. Они по-прежнему будут идти для зрителей. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.